В России стартовала весенняя пассивная кампания. В поля вышли аграрии южных регионов. Уже засеяно более 30 тысяч гектаров. Об этих и других событиях, которые влияют на экономику страны, расскажу через считанные секунды. В студии Наталья Храмова. Здравствуйте. В феврале нефтегазовые доходы бюджета составили чуть больше 500 миллиардов рублей. Это почти вдвое меньше, чем год назад. Такие данные опубликовал Минфин. В то же время доходов больше, чем в январе на 100 миллиардов рублей. Это связано с тем, что начал поступать увеличенный НДПИ для «Газпрома». С 1 января этого года его повысили на 50 миллиардов ежемесячно до 2026-го. Подчеркну, что в середине февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает новый порядок расчета цен на российскую нефть для налогообложения. Основная цель проекта – ограничить дисконт на «Юрлск-бренд» и увеличить поступление в бюджет. По оценке Минфина, новый порядок привлечет в бюджет более 600 миллиардов рублей. Сегодня вышли данные по нефтегазовым доходам за февраль, и они выглядят слабо. То есть это те же 46% минус год к году. В общем, это можно сказать, что и ожидаемо, потому что на днях вышла информация о том, какой была средняя цена «Юрлс» в феврале. В феврале она вновь была ниже 50 долларов за баррель. Ну, еще здесь видно, что происходит дальнейшее сокращение экспортной пошлины на газ, на нефтепродукты. Ну, нефтепродукты – это с 5 февраля вступили в силу очередные санкции, то есть это эмбарго ЕС и потолок Ц. Напомню, что в феврале на фоне сокращения нефтегазовых доходов Минфин резко нарастил продажи валюты. Почти в три раза – до 9 миллиардов рублей в день. Всего на эти цели ведомство потратило 160 миллиардов рублей. Несмотря на скромные поступления, в Минфине заявили, что сократят валютные интервенции в марте более чем в полтора раза. В ведомстве заявили, что в феврале нефтегазовые доходы оказались выше, чем ожидалось ранее. В этом месяце недобор планируется в размере 132 миллиардов рублей. Средняя цена Юрлс держится ниже 50 долларов за баррель уже второй месяц подряд. Добровольный взнос. Власти и бизнес детально согласовали концепцию того самого разового налогового платежа компании, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Подробности, правда, он не привел. По информации источников, размер взноса может составить 4 или 5 процентов от сверхприбыли компаний за два года. По словам Силуанова, бюджет рассчитывает получить дополнительные 300 миллиардов рублей. Сумма не столь значительная на фоне общей доходной базы бюджетов в 26 триллионов, но существенная для финансирования социальных и инфраструктурных программ, сказал министр. По итогам двух первых месяцев года бюджет получил более 5 триллионов налоговых доходов, сообщили в Минфине. По итогам февраля мы видим, что за январь-февраль текущего года доходов поступило больше, чем за январь-февраль прошлого года. Несмотря на то, что наши планы по году в целом были более скромные. Мы начали активно вкладывать деньги в собственные компетенции, которые раньше мы приобретали за рубежом. Это и электроника, и авиастроение, и автомобильстроение, и машиностроение. Ранее ровно такую же схему описывали источники Интерфакса. В интервью телеканалу Арти Антон Силуанов также заявил, что Россия планирует нарастить добычу углеводородов в этом году. По его словам, западные санкции привели к удорожанию энергоносителей в тех странах, которые их ввели, а у российских компаний появились новые потребители. Завод Автоваза возобновил производство самой популярной модели «Лада Веста» нового поколения. С 2015-го компания выпускала «Весту» на площадке в Ижевске. На церемонии в честь старта производства побывала наша коллега Алина Распопова. Сейчас я в салоне «Лада Веста». Он значительно обновился по сравнению и с первыми генерациями, с тем, что Автоваз смог выпустить докризисные варианты. Было порядка тысячи единиц. Вот так он выглядит. Мягкий пластик, такие вставки под кожу. Тут же, конечно, вместительный салон. Вот она та самая пятиступенчатая механика. В общем, можно сказать, что неплохо. Компания хочет насытить дилеров, каждый, чтобы получил несколько автомобилей к маю. И уже тогда будут объявлены цены, посмотрят, какие предложения есть на рынке, посмотрят, сколько они смогут производить. И, исходя из этого, мы узнаем, сколько стоит эта «Веста». Но по нашим оценкам, мы пообщались с коллегами, с журналистами, не может она стоить дешевле полутора миллионов, где-то 1,5-1,6 миллиона рублей. Потому что автовазу пришлось заново искать новых поставщиков, заново инвестировать в автомобиль, переносить производство в Тольятти из Ижевска, что также непросто. В 2021 году «Лада Веста» стала самой популярной моделью в России. Тогда ее продажи выросли на 6% и превысили 110 тысяч автомобилей. Однако, прошлой весной производство приостановили из-за недостатка комплектующих. Как подчеркивают в пресс-службе «Автоваза», «Веста нового поколения» — это, цитата, «высоко локализованный автомобиль». 85% машин, а именно двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России. Но остальное поставляют новые партнеры из дружественных стран. В феврале 2022 года за два дня до начала СВО Ижевский завод начал серийное производство «Лада Веста» нового поколения. Однако, через два месяца выпуск остановили. Через месяц после этого французская «Рено» продала почти 70% автоваза в структуре Минпромторга «Нами» за символический 1 рубль. Ну а летом совет директоров компании, который возглавил глава Минпромторга Денис Мантуров, решил перенести производство этих авто на основную площадку в Тольятти. Центробанк продолжает борьбу с дешевой ипотекой от застройщиков. Проблема в том, что они предлагают клиентам кредиты под очень низкие проценты, от 0,1 до 3%, а разницу между низкой ставкой и реальной банком компенсируют девелоперы. Но не своей прибыли, а за счет увеличения стоимости квадратных метров. В итоге почитали в ЦБ заемщики, которые покупают квартиры по ипотечным программам девелоперов, по тем самым около нулевым ставкам, на самом деле переплачивают до 30% от реальной стоимости жилья. Регулятор опасается роста закредитованности и массовых дефолтов заемщиков. Попытки Центробанка ограничить выдачу ипотек от застройщиков с экстремально низкими процентными ставками Результатов не принесли, теперь регулятор решил действовать иначе. Он повышает требования для банков, которые сотрудничают с девелоперами в выдаче около нулевых кредитов. Однако девелоперы продолжают запускать все механизмы финансирования продаж, по тому же принципу оставаясь в рамках правового поля. Подводные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» готовят к консервации, поскольку никаких планов по их ремонту и восстановлению работы сейчас нет, сообщает рейтер, ссылаясь на свои источники. По словам одного из российских собеседников агентства, Россия считает проект похороненным. Напомню, стоимость проекта «Северный поток-2», который так и не ввели в эксплуатацию, оценивалась в 9,5 миллиардов долларов. Газопровод, общая длина труб которого около 2,5 тысяч километров, не проработал ни одного дня. СМИ назвали причину, по которой в отношении богатейшего миллиардера России списка «Форбс» Владимира Лисина Евросоюз так и не ввел никаких санкций. Дело в позиции некоторых стран ЕС написал ее обсервер. Ссылаясь на собственные дипломатические источники. В частности, против санкций в отношении Лисина выступила Бельгия. В этой стране два завода НЛМК. Напомню, НЛМК – это металлургическая компания, которую Лисин возглавляет и контролирует. На бельгийских заводах работает около 1200 человек, а значит, Лисин обеспечивает значительное количество рабочих мест в Бельгии, причем в регионах, где их и так не хватает. У НЛМК есть также предприятия в Дании, Франции, Италии, а также США следуют из информации на сайте компании. Интересно, что Бельгия также выступила против санкций в отношении российских алмазов, иначе в Антверпене могли бы потерять работу около 10 тысяч человек. Сейчас Лисин находится под санкциями лишь одной западной страны – Австралии. Представители НЛМК в заявлении для ее Observer подчеркнули, что компания никогда не занималась поставками продукции военного назначения. Напомню, весной прошлого года Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценили в 18,5 миллиардов долларов. Сейчас он занимает третье место в рейтинге Forbes Real Time по данным на 3 марта. Состояние Лисина оценивается в 24 миллиарда долларов. Райфайзенбанк временно перестал открывать счета юрлицам. Также он ограниченно открывает новые валютные счета уже действующим клиентам-организациям. Об этом РБК сообщили в самом банке. В пресс-службе эту информацию подтвердили и отметили, что клиентов физических лиц изменения не касаются. После начала СВО австрийский Райфайзенбанк стал одним из немногих европейских банков, которые остались в России. В середине февраля кредитная организация получила от американского Минфина запрос с просьбой прояснить платежный баланс и связанные с ним процессы. Эксперты Рейтера отметили, что санкционные подразделения периодически проводят такие проверки, и они не означают наложение штрафов. Накануне Министерство финансов Австрии заверило, что расследование ведомства США – это нормальный процесс, который не вызывает беспокойства. У меня на этом все. Оставайтесь с РБК.